Привет, граждане всего мира! Позвольте нам представиться. Мы – необычные медведи, интернациональная команда хакеров, выступающая за честную игру и чистый спорт. Мы анонсируем начало операции «Олимпийские игры». Мы расскажем вам, как выигрываются олимпийские медали. Мы взломали базу данных Международного антидопингового агентства и были шокированы тем, что мы увидели. Начнем с команды США, которая опозорила свое имя нечестными победами. Мы также будем раскрывать эксклюзивную информацию о других национальных олимпийских командах. Сегодня мы хотели бы рассказать вам о США и грязных методах достижения победы. Незадолго до летних Олимпийских игр 2016 года команда США, как сообщается, была одним из медальных фаворитов, находящихся на вершине медального прогноза Рио. Кроме того, США хорошо известны как фавориты игр. Как и предсказывалось, США доминировали в медальном зачете с 46 золотыми, 37 серебряными и 38 бронзовыми медалями. Всего их было 121. Команда США играла хорошо, но несправедливо. После дистанционного изучения взломанных баз данных ВАДА, мы выяснили, что десятки американских спортсменов имели положительные тесты. Олимпийские медалисты Рио регулярно употребляли сильные запрещенные наркотики, оправдываясь свидетельствами о допуске для терапевтического применения. Другими словами, они попросту получили свои лицензии на допинг. Это доказательство того, что ВАДА и Департамент медицины и науки МОК коррунтированы и лживы. Симона Бэйлс, должственная гимнастка, является одной из тех американских допинг-спортсменок. Она является четырехкратной олимпийской чемпионкой и десятикратной золотой бодалисткой. В августе 2016 года ее тест был положительным. В ее пробе был обнаружен спрещенный психотропный препарат метилфинидат. Кроме того, Бэйлс принимала амфетамины некоторое время. Елена Делли Донс. Тест показал, что она также использовала амфетамин. Кроме того, с 2014 года она принимала гидрокортизон, который также классифицируется как топинг. Сирена Вильямс. Топовая теннисистка в мире. Принимает оксикатлон, гидроморфон, преднизон и преднизолон. А также ее сестра Винус Вильямс принимает преднизон, преднизолон, триамп-цинолон и форматорон. Это только вершина айсберга. Сегодняшний спорт действительно загрязнен. А мир не знает о большом количестве американских допинг-спортсменов. Мы призываем специалистов, должностных лиц и журналистов внимательно изучить файлы, которые мы получили. Это только начало. Мы анонимы. Имя нам – регион. Мы не прощаем. Мы не забываем. Ждите нас.